Два века назад мятежная Франция, словно дикая лошадь, позволила обуздать себя молодому, чистолюбивому корсиканцу. Вместе они совершили немало удивительных подвигов. Но Седок гнал лошадь, не зная меры, пока она не сбросила его и не пала сама. Имя этого человека — Наполеон Бонапарт. 1809 год. Пена. 40-летний Наполеон выиграл очередное сражение. Но непобедимый полководец мрачен. На его руках умирает верный друг и ровесник маршал Лан, который всегда говорил, что гусар, который доживет до 30-ти, не гусар, а дрянь. Великого императора видели плачущим всего второй раз в жизни. Впервые слезы на его глазах появились 9 лет назад, когда в сражении под Моренго погиб еще один его друг — генерал Десе. Наполеон Бонапарт родился в 1769 году на острове Корсика. В 9-летнем возрасте мальчика отправили учиться за казенный счет в военное училище, в страну, когда-то завоевавшую его родину, во Франции. В кадетском корпусе маленького Наполеона не любили. Смеялись над его ростом, акцентом и бедностью. Но гордый корсиканец в обиду себя не давал. В драках ему не было равных. Как-то один из профессоров одернул его. «Да кто вы такой?» И 11-летний Наполеон гордо ответил. «Я человек». Бонапарт обладал феноменальной памятью и острым умом. Его выносливость и работоспособность поражали. Чтобы иметь больше времени для чтения, он обходился почти без сна. А на досуге Наполеон любил играть в карты, предпочитая игры, в которых успех полностью зависел от везения. Азарт, стремление рисковать и выигрывать. Эти черты всегда были главными в его характере. Наполеон так верил в свою звезду, в удачу, дарованную свыше, что слово «судьба» всегда писал с большой буквы. И фортуна не подвела молодого корсиканца. Уже в 24 года за взятие Тулона он получил звание бригадного генерала. А после подавления мятежа роялистов Парижа возглавил внутреннюю армию города. Но спокойная жизнь в столице была Наполеону не по душе. Воинственный корсиканец чувствовал себя счастливым только в сражениях. В 1796 году он женился на прекрасной Жозефине Багарне. А уже через два дня после свадьбы отправился в итальянский поход, который вошел в историю под названием «Шесть побед в шесть дней». Из Италии молодой генерал вернулся национальным героем. Останавливаться на достигнутом он не собирался и вновь отправился воевать. На этот раз в Египет. В это время во Франции, объятой революцией, кризис власти достиг апогея. Бонапарт, самовольно покинув Египет, в 1799 году вернулся в Париж. Опираясь на верные ему войска, он захватил власть, установил диктатуру и провозгласил себя первым консулом. А через пять лет на него была возложена императорская корона. Во время церемонии Наполеон перехватил корону из рук папы Пия VII и сам надел ее себе на голову. Как бы говоря всем, не меня возвели на престол, я сам себя возвел. Экономические и политические реформы императора вызвали ликование французов. Страну лились миллионные контрибуции из побежденных стран. Отныне в глазах народа он выглядел спасителем Отечества. Но Наполеон хотел большего. Он мечтал поставить на колени Англию, вековую соперницу Франции. В 1806 году вышел декрет о континентальной блокаде, в котором император запретил торговлю с Британией. Для Англии это означало экономический крах. Но чтобы бороться с контрабандой английских товаров, Наполеону нужно было контролировать все европейское побережье. И он захватил Италию, Португалию, Испанию, Австрию и Пруссию. «Я все могу. Если нужно, превращу весь континент во французскую империю», самоуверенно заявил он. Однако в 1812 году Наполеон совершил роковую ошибку. Русский поход закончился сокрушительным поражением непобедимой наполеоновской армии. 6 апреля 1814 года, после вступления союзных армий в Париж, Бонапарт отрекся от престола и отправился в изгнание, на маленький островок Эльба. Спустя год Наполеон, бежав с Эльбы, вернулся в Париж. Восторженная толпа на руках донесла его до дворца. На сей раз удача сопутствовала опальному императору только в течение ста дней. Именно столько ему удалось удержаться у власти. Проиграв сражение у Ватерлоо, он сдался в плен англичанам и был отправлен в ссылку на остров Святой Елены. Там Наполеон провел последние 6 лет жизни, угасая от тяжелой болезни и мелочных издевательств своих тюремщиков. Наполеон Бонапарт не смог сохранить созданную им империю, но в памяти потомков он останется великим человеком и великим полководцем. Его именем назвали целую эпоху. Его сражения вошли в военные учебники, а наполеоновское право легло в основу норм западной демократии.